Сегодня мы кратко затронем тему так называемых человеческих пороков у композиторов прошлого. Итак, у Моцарта был своеобразный фекальный юмор. Некоторые его письма, содержащие грубые непристойности, ранее вообще не решались публиковать. Но сейчас в сети на эту тему часто упоминают работу доктора Бенджамина Симкина, исследовавшего не только его музыкальные сочинения, но и его эпистолярное наследие. Желающие погрузиться в тайный мир юмора гениального композитора могут попробовать найти эти материалы самостоятельно. Я же снимала на эту тему отдельное видео, переходите по ссылке в закрепленном комментарии. Среди композиторов были случаи, когда бытовое пьянство перерастало в хронический алкоголизм. Так алкоголь стал причиной преждевременной смерти Модеста Петровича Мусоргского. Известны были своим пристрастиям к бутылке, Александр Константинович Глазунов и Ян Сибелиус. Были не прочь выпить и после страдали от этого Петр Ильич Чайковский и Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Отъявленным любителем виски был Игорь Федорович Стравинский. Да такое, что в шутку говорил «называйте меня Стрависки». Рихард Вагнер был коварным соблазнителем. За спиной своего друга и поклонника, дирижера Ганса фон Бюлова, он несколько лет крутил роман с его женой Казимой, которая родила от него троих детей, а записывала всех на Бюлова. Как-нибудь я расскажу вам об этой Санта-Барбаре подробнее. Фривольный образ жизни приводил к печальным последствиям. Так половые инфекции коснулись и композиторское сообщество. Гаэтана Даницетти, Франц Шуберт, Роберт Шуман поплатились за свою неуемную тягу к противоположному полу. Людвиг вам Бетховен отличался очень тяжелым характером. Приступы немотивированного гнева случались с ним постоянно. Он бросал стулья в свою домуправительницу, вываливал на нее лапшу, а однажды в трактире, когда ему подали не то блюдо, которое он заказал, вылил содержимое тарелки на голову официанта. Многие композиторы любили вкусно поесть, но когда речь заходит о первенстве, то победу безоговорочно одерживает оперный гений Джоакино Рассини, которого в свое время называли итальянский Моцарт. Так, закончив заниматься композиторством в 37 лет, на пике своего мастерства композитор посвятил остаток жизни гастрономии. Его знаменитая цитата звучит так. «Желудок – это дирижер, который управляет огромным оркестром наших страстей. Пустой желудок для меня, как фагот, который рычит от недовольства. Или флейта пиккола, которая выражает свое желание в визгливых тонах. Полный желудок – треугольник удовольствия или барабан радости». Эта гурманская невоздержанность привела композитора кулинара к закономерному ожирению и болезням желудочно-кишечного тракта. Все человеческие добродетели и пороки прямо или косвенно влияют на развитие гениальности и поддержание таланта и трудоспособности. Про эти взаимосвязи я уже не раз рассказывала на канале, ссылочку оставлю в закрепленном комментарии. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok